Йо-хо-хо! С наступающим! В эту новогоднюю ночь будем смешивать шампанское с субводкой и один дома с Рэмбо! А еще с тихой ночью Смертельной Ночи 2, потому что it's garbage day! И так как трэшенина сегодня прямиком из обители и лягушечьих деликатесов, правильно будет так! Это день из ордур! Фильм открывает чудесный вид на стеклянный шарик, заснеженной эйфелевой башней внутри. Устами Дэна 904 звучит название фильма. 3615. Код Санта-Клауса. Шар переезжает мусоровоз, подсознательно разрушая всякие надежды посмотреть что угодно, только не трэш. Любители моих обзоров разгружают урну, дети играют в снежки. Благодать! Эта картина радует бородача в желтом шарфе, побуждая присоединиться ко всеобщему веселью. Но дети наслышаны о ля-пьедофилах, поэтому отчураются знакомства с престарелым хипарем в пальто, вызывая на его лице дикие страдания в духе деда Гарольта. Пока одним достается боль и унижение, другим огромный замок, кровать-самолет и пес-штурман. Проснувшись с первым петушком, облачившись в камуфляж под французский кавер Eye of the Tiger, Сильвестр дошкольник открывает охоту на собственную собаку. Для успешного завершения миссии остается деликатно разбудить дедушку. И взять его в заложники. Я взял плен старого слепого солдата с диабетом, подумаешь? Во голове стола Ля Маман Жули, судя по газете Инвестир, бизнес мадмуазель. Мужики опрокидывают по 50 за завтраком, а за мамкой заезжает коллега-любовник. Нет, не здесь. Она, владелец магазина игрушек и, созвав срочное совещание, ставит важнейшие условия для увеличения предновогодних продаж. Мне нужны девушки на роликах, клоуны и огнеглотатели. А Сильвестр, ребенок с малетом и другом в кепке в Феррари, чатятся с Дедом Морозом по диковинному в то время компуктеру. Где ты живешь? На небе. Это какой-то псих. Это и правда тот псих в желтом шарфике. Он хочет зайти поиграть в Чарли и шоколадную фабрику. Дело только за адресом. Но ведь ты его и так знаешь, ты все знаешь. Умный ответ. Но пацан случайно проговаривается, что его мать владелец магазина игрушек. И на этом связь обрывается. Кудрявый конь в пальто снова грустит, не зная, чем еще развлечь себя, пока при виде Санта-Клауса ему не приходит идея стать таким же. Вам еще нужны Санта-Клаусы? Да, заполните анкету. Сильвестер Автосалони в это время чинит форт с дедулей, подсознательно закладывая идею, что Пежо и Рено куда лучше, даже если рифмуется на слово говно. Старик со своим зрением, конечно, бесполезный помощник, потому что ключа на 8 приходится ждать полчаса. Нет, ну я вижу, вижу я хорошо, да только не слишком. Ключ, да? Да. Сейчас дам. Разве тебе не отвертка нужна? Машина заводится, и мужики, накатив еще по 50, уезжают кататься по району. Когда Бенз заканчивается, Дон Шпион Уилсон устанавливает в каждой комнате замка по камере, программирует диапазон перемещений и выводит изображение на свой пип-бой. Зачем? Если Санта существует, я первая увижу его и докажу его существование. Может быть, я даже его поймаю. А Бородач уже освоил новую профессию, выслушивая пожелания детей, чтобы Санта подарил им расческу. К нему подходит маленькая девочка, усаживается на колени и накидывает за щеку милый комплимент. Жули приказывает охране уволить эту крепоту из магазина, но в то же время мужик узнает, кто тут начальник, и, соответственно, мать того школьника из чатика. Совершенно кстати, в паре шагов его подарочки загружают в фургон. Да, вся эта куча коробок всего одному мальчику с маллетом. Офигеть! Бородач пробирается в фургон, добирается по адресу, убивает водилу, убивает сторожей и при помощи баллончика белого спрея создает на своем еблище атмосферу праздника. Жан-Клод Пижам вылезает из палатки навстречу Санте. Через платяной шкаф он попадает в Нарнию, оттуда через холодильник в Прочичляндию, оттуда в гостиную, стеречь, когда же жопа мистера Клауса появится в камине. Когда Санта сделает камин-аут, так сказать. К нему под стол звонит мать, предупреждая, насколько опасны игры с мистером Клаусом он затеял. Не стоит за ним следить. Он может разозлиться и превратить тебя в чудище. Сильвестру Телефоне такой расклад совершенно не нравится, но тем не менее он терпеливо выжидает Санту до полуночи. Мальчик восхищенно смотрит, что же будет дальше. Появляется корзиночка с подарками, но тут выбегает песик и вгрызается Санте в руку. Пока не происходит то, что напрочь выносит мозг юному Сильвестру под столовни. Марк, да как так сказ, убегают прямиком к деду, и они бегут в самое безопасное место, в гараж. Если не получится укатить, всегда можно накатить по 50. Только Майкл Чудиков подзабыл, что накануне сжег весь бензин, гоняя с дедом по району. А теперь поймаем серьезность. Нападение Санта Клауса надо видеть полностью. На этом моменте надо выключить видео и бежать смотреть фильм. Но зачем делать видео с пересказом, если советуешь посмотреть? Этот вопрос я задаю себе так же часто, как меня спрашивают, почему так мало подписчиков? Почему так мало подписчиков? Почему так мало подписчиков? Почему так мало подписчиков? Почему? У других их много, а у меня мало. Так же нечестно. Почему? Так нечестно, почему? почему ответ на оба вопроса один да мне похуй старикан и ветеран войны с собакой укрываются в нарнии наполненной кучей игрушек потому что его мать хозяйка магазина и как мы уже видели ранее воруют продукцию фургонами сама она уже мчит домой поскорее хлебнуть арманьяк не знаю что в доме ля маньяк а крут хасал опять камуфлирует тело готовясь продемонстрировать санте все свои боевые приемы за долгие годы до автоматизма отработанные на собаке босиком как в крепком орешке брюс вылез сталкивается с сантой ноздряк ноздре он вспоминает про песью яму но нажав не ту кнопку закупоривает весь дом мигом исправляется и сбрасывает отморозка в подполье правда далеко уйти не получается потому что дизайнером замка была элен пейдж изначала эдриан пол понимает что надо лезть в потолок но на чердаке уже поджидает санта выкуривая на крышу малец издает боевой клич на который у джона рэмбо не хватило бы духа но потом берет себя в обмазанные угольком руки и продолжает бегство сиджай тут та еще эпика но это восемьдесят девятый год извините простите дольф полоумный вызванивает по рации дедушку говорит что сейчас будет рассылать всем факс где напишет вот а факт тут творится записки улетают любовнику матери и пухлому коллеге по садику а дедуле следовало бы пить поменьше потому что его не твердая походка раскрывает тщательно замаскированное холодильником убежища хорошо что старый хрыч забыл выключить рацию чоу юнь факс мчит на помощь поспевая как это обычно бывает в последнюю секунду отчего ломает пип бой под бодрый саундтрек завязывается погоня больше не могу устал здесь он нас не найдет да кто додумается искать деда в качалке еще и в сауне в качалке ну а ловким перекатом из ковра разматывается марк паласка с трубой блокирует двери наваливает температуры санта в ловушке можно накатить по пол литрушки но двери наружу закупорены открывающих пип бой сломан ляма ман в это время вызывает жандармов на дом но пока вешает трубку пропускает поворот и паркуется в канаве а ее хахали наконец-то замечает факс помогите санта напал на нас дедушкой помогите скорее в любом деле главное желание усилия и труд даже стальную ручку оторвут самое время ведь к замку подъезжает пухлый велосипедист на ледяных колесах его детсадовский приятель тем временем плазморезит электрический щиток чтобы открыть входную дверь по сравнению с ним кевин маккаллистер просто щенок и если максимум что с ним случалось ловили мокрые бандиты то тут герой получает на живое нет пилу беги отсюда беги под очередной зажигательный шлягер завязывается очередная задорная погоня лучше всего сейчас деду вот он косплеит статую прячась в рыцарских доспехах а сильвестер микрофон не обрушивает на санту проклятия зачем следует сопливая мелодия про иисуса и рождество под которую оливье угрюмер печально сидит на стуле спит на стуле бахается герычем уныло скорбно смотрит в окно находит труп собаки с грустно покачивающимся языком выкапывает могилу в домашней котельной и ставит в качестве креста самурайский меч с кинжалом кевин маккаллистер по сравнению с ним и правда щенок разве смог бы он сделать себе шину из ножки кровати хуй там после этой пятиминутной сентиментальной паузы наступает черед охоты на санту сначала на него незаметно устанавливается жучок из карандашей циркуля арбалета и лески джон крамер собирает хитрые ловушки под очередную задорную композицию окей все готово в том числе и канистра химических отходов для розжига токсичных костров пока санта горит мэл динамит сан мастерит гранату из пороха петарды и стеклянных шариков загружая все это в паровозик не смог и санта запускает его обратно тот катит мимо пацана прямиком к дедуле в рыцарских доспехах паровозик второй раз не смог в замок тем временем врывается жандарм крюшо кианус нилс мчится поделиться радостными новостями с дедулей но того уже вовсю похватывает кондратий инсулин скорее следом фильм неожиданно отсылает чужим инсулин Я выиграл. Ты проиграл. Теперь ты водишь, а я прячусь. И он правда уходит прятаться, а Брюс Костылес еще не доиграл в «Найди инсулин». Ты сыщик? Он садится в машину с жандармерией, чтобы сгонять до аптеки, но случайно выигрывает в прятки. Приковав мистера Клауса к ручке, под очередной боевичковый ост завязывается финальная погоня с финишем у трупа жандарма Крюшо. За что? Дедуля с трудом извлекается из рыцарских доспехов и бахается инсулином. Молодец, деда, дыши. Но по будущим канонам франшизы Крик, причем тут это, на него нападает воскресший Санта. Старикашка, который видит вот так, стреляет на поражение. Я первую вижу его и докажу его существование. В это время прямиком из канавы домой залетает мать. Внутри пять трупов, а у ребенка посттравматический синдром. Типичный хэппи-энд. Мэри-мэри-крисмас. Мэри-крисмас, грязное животное. И хэппи-нью-ир. В 2022 году вас ждет. Завершение имперского периода Чарли Бенда. 10 серий шатун-видео безумия. Новая рубрика «Производственный ад». Новая рубрика «Вот 15 лет назад было лучше». Новая рубрика «Мерзотный айсберг». А также обзоры фильмов и серичей бесполеров. С вами был Психотроник. Добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...